Тем временем частные доски объявлений в интернете, где продаются в том числе и товары зарубежных брендов, ушедших из России, рискуют прекратить свое существование. Все дело в поправках. Закон о рекламе, принятых, думаю, уже в первом чтении, депутаты считают, что размещенная на таких сайтах информация может быть использована против россиян недружественными странами. Представители бизнеса категорически не согласны. По их мнению, запреты несет удар по миллионам простых потребителей. В такой ситуации разбирался Игорь Балдин. Это футболки сборной России. Вот это качественное, настоящее. Сандра третий год как занимается онлайн-продажами. Теперь не знает, выживет ли ее бизнес. В Госдуме планируют создать нового единого оператора рекламы интернет-объявлений. А все старые, через которых она сейчас работает, могут просто исчезнуть. В электронной форме это намного легче, проще. Делаешь описание, скидываешь фотографии, видео. Тут же люди пишут, либо звонки. И я не представляю, как это можно делать не в электронном виде. Речь идет о поправках к закону о рекламе. Депутаты предлагают навести порядок на рекламном рынке. Любые объявления от продажи носков до аренды квартир размещать только на одном информационном сайте, который интегрируют с госуслугами. Чтобы персональные данные пользователей не попадали в руки мошенникам и все интернет-продажи шли в белую. Конечно, мы не должны оставлять какие-то пробелы, какие-то возможности, если какие-то, ну, скажем так, организации или структуры использовали вот эти вот рекламные поверхности во вредах, чтобы персональные данные огромного количества россиян не были использованы им во вред. А как же Авито, Юла, Циан и прочие? Что будет с ними? Скорее всего, они просто исчезнут с рынка. Руководители компании вступают в жаркие баталии с депутатами, чтобы дать законопроекту обратный ход и доказать. Их бизнес чисто прозрачен, а персональные данные пользователей надежно защищены. Если частное лицо во Владивостоке выставляет коляску, то покупатель в Калининграде нажимает кнопку и с помощью интеграции сервиса со Сбербанком, с Почтой России он безопасно хранит свои деньги. И, соответственно, посылка доставляется покупателю, он ее проверяет. Перестройка рекламного рынка, которую инициируют депутаты, еще и для того, чтобы избавить этот самый рынок от иностранного капитала. Те компании, у которых его нет, смогут остаться и включат структуру нового единого оператора. Специалисты по интернет-продажам к новому законопроекту относятся скептически. Сервисы, которые сейчас существуют, которые нам доступны, развивались кто-то 10 лет, кто-то 20 лет, кто-то 30 лет. И на протяжении этих десятилетий происходило становление этих сервисов, того функционала, который в них доступен. Для того, чтобы создать хоть что-то похожее, на это минимум десяток лет понадобится. Законопроект касается и рынка наружной рекламы. Там, заявляют его авторы, бизнесмены нередко работают в темную, неофициально, не отчисляя налогу в бюджет. Продажами наружной рекламы будет заниматься та же назначенная правительством компания-оператор. Игорь Балдин, Ирина, интрига, известия, специально для РЕН-ТВ.